Трудолюбие, профессионализм, стремление к лучшему, нескончаемый оптимизм – такие качества присущи ярким личностям, за которыми пойдет любой коллектив. И таких целеустремленных инициативных людей и покорителей самых высоких вершин обречения немало. Ими гордятся, их ставят в пример, на них равняются. Они лучшие среди лучших. Церемония чествования людей, которые своими успехами и достижениями достигли почетного звания Человека года 2021, прошла в городе Бресте. Очередной раз в этом году мы проводим своеобразное подведение итогов, когда мы выделяем особо достойных людей, достойные коллективы, которые своим трудом, своим подходом к экономической ситуации, к санкционной деятельности в том числе, сегодня показывают прекраснейшие результаты экономики, делают качественно, выпускают продукцию, экспортируют ее в том числе. И сегодня особо хочется сказать огромное спасибо, когда мы выделяем человек Брещина. Это руководитель высокого рамка, как правило. Это очень уважаемый человек в коллективе. Это человек, уважаемый в обществе, в публичности своей. Такими людьми, конечно, должна гордиться наша страна в том числе. И в канун Дня независимости нашей страны особо приятно вручать вот эти награды заслуженным людям, коллективам и говорить о том, что это наши лучшие люди, которые сегодня позволяют сохранить стабильность нашего государства. Не только в военном части, но это производство, это продукты питания, качественнейшие, это промышленное производство. Их коллективы делают все для того, чтобы сегодня эти успехи Брещина в том числе были достаточно весомые в копилке нашей страны. На сцену за заслуженными наградами выходили руководители предприятий, районов, частных компаний, труженики социальной сферы. Трудовые коллективы этих организаций достигли высоких показателей в 2021 году, выполняли и сегодня. Выполняют доверенный им фронт работ с самым высоким качеством. Делать достойные, качественные, конкурентоспособные продукции и товары, неважно в какой сфере, они востребованы на сегодняшний день. Делать их нужно качественными, конкурентоспособными, конечно, потому что мы ведь понимаем, наша маленькая страна, и мы экспорториентированы. И конкурентоспособность сегодня зависит в первую очередь от качества той продукции, которую мы производим. Но для этого, в общем-то, Гостандарт создает инфраструктуру и необходимые условия для того, чтобы наши производители могли знать современные требования, производить испытания, которые бы подтверждали соответствие этой продукции лучшим мировым трендам. Промышленность, сельское хозяйство, культура, образование, наука, здравоохранение, бизнес, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, общественная деятельность, защита отечества. Во всех отраслях работают люди, чей трудовой путь служит примером для других. Ведь только благодаря трудолюбию и профессионализму людей, таких разных и не похожих на первый взгляд, но объединенных одним, стремлением стать лучшим в своем деле, достигаются вершины мастерства. Савушкин продукт стабильно работает больше 20 лет. Мы седьмой раз получили премию правительства за качество. Это по три года, если считать, это 21 год. Мы стабильно работаем на рынке не только Беларуси, но и больше, чем 30 стран мира. Сегодняшний день больше 120% рост объема производства, 125% рост экспорта. Я считаю, что предприятие работает стабильно, нормально. Залог всех наших успехов – это качество, качество, еще раз качество. Мы завоевали свое место на рынке посредством высокого качества. И наш продукт знают во всей Беларуси. Поэтому мы придерживаемся этой тенденции и поставляем качественный продукт на внутренний рынок. Среди тех, кто достоин носить звание человека года – главный врач Брестской областной клинической больницы Александр Карпицкий. Именно благодаря ему и его коллективу данное учреждение. Здравоохранение – одно из лучших в республике. Ведь общий ежедневный труд – это борьба с человеческими недугами. Обычная работа, поэтому мы работаем не за награды. Больница и лично я – это понятие не отрывное, а только можно рассматривать как вместе. А успех, вот с моей точки зрения, что успех связан с тем, что в 2021 году мы выложились как бы на полную катушку. В 2021 году мы впервые получили знак премии правительства Республики Беларусь. Такого в истории больницы не было. Мы впервые были занесены на республиканскую доску почета. Я отношусь к той категории людей, которые больше времени проводят на работе, а не дома. Поэтому, наверное, очень просто. Надо просто любить работу. Еще один человек – председатель областной организации Белорусского общества Красного Креста Николай Кузьмитский – получил высокий статус. Человек года. Он признался, что столь высокая оценка его заслуг как руководителя, а он возглавляет областную организацию чуть больше года, придает не только уверенность в себе, но и обязывает плодотворно работать в выбранном направлении. То, что я стал Человеком года, это, наверное, именно подчеркивает то, что трудился весь коллектив людей, волонтеров, которые максимально оказывали помощь тем людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Мы обеспечивали и продовольственными наборами, и гигиеническими наборами, и оказывали психосоциальную поддержку тем людям, которые транзитом проезжали через нашу область, и те, которые решили здесь остаться. Поэтому, наверное, скажем так, что действительно белорусы, брещане, оказались в этой ситуации людьми с человеческими какими-то качествами, которые позволили людям, попавшим в беду, максимально оказывать им помощь. Поэтому, наверное, вот в это заслуга и отметили меня и мою организацию, которую я возглавляю. Поэтому слова благодарности всем, кто принимал решение, и, наверное, всем тем людям, которые относятся к Красному Кресту. Все люди, которые сегодня были награждены, поистине заслуживают уважения. Ведь они делают малую родину и нашу жизнь лучше, уютнее, красивее, местами где-то вкуснее. И главное, узнаваемой далеко за ее пределами.